Игорь Руденя вместе с генеральным директором группы компании Россети Павлом Левинским повторно посетил Кимры. Они проверили качество и скорость выполнения поручений. Напомним, семь дней назад глава региона и гендиректор компании осмотрели одну из бесхозных трансформаторных подстанций. С просьбой о принятии бесхозяйственного электросетевого имущества на баланс Россетей для последующего обслуживания обратились жители улицы Коммунальная города Кимры. Граждане были обеспокоены отсутствием должного контроля над объектом, находящимся под напряжением вблизи от частных домов, а также возникающими отключениями электроэнергии. Отключают, мы остаёмся без тепла и без воды. У нас же всё на электричестве. Дома строятся, напряжения на всех не хватает. Дачники приезжают. Да, дачники приезжают вообще. Десять лет назад, это где-то примерно, здесь была на воде в розетку 170 вольт. Горело всё. Тогда Игорь Руден и Павел Левинский осмотрели старую подстанцию, провели совещание, где было решено в кратчайшие сроки привести в нормативное состояние электроснабжающий объект. Мы берём на себя обязательства и я даю поручение филиалу Тверь Энерго, Россети Центр, в течение недели привести его в надлежащее состояние. Энергетики Россети Центр Тверь Энерго оперативно выполнили масштабный комплекс работ, причём не только на самой подстанции. Теперь 23 жилых дома, а также канализационно-насосная станция подключены к новому электрооборудованию. Вместе с приёмом бесхозного оборудования к себе на баланс, они сделали достаточно серьёзную реконструкцию территории, благоустройство необходимое. И сделали реконструкцию межуличных, внутрепоселковых электрических сетей. Уже провода были заменены на защищённые провода, которые более устойчивы к погодным условиям. Конечно, это всё снижает электропотери, что в конечном итоге влияет на стабильность тарифа и устойчивость энергоснабжения. Сейчас правительство области совместно с компанией Россети оформляет документы по передаче бесхозного оборудования в ведение компании. Далее поэтапная передача имущества, которая находится в ведении области и муниципалитетов для обслуживания и реконструкции. Основная задача – обеспечить надёжность электроснабжения, безопасность и подключение новых потребителей.